В Махачкале 9.57, в студии Светлана Саид-Гусейнова, редактор выпуска Шарипат Шульгина. Здравствуйте. Новости. Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Юрий Левицкий совершил рабочую поездку в Южно-Сухопумск. Он встретился с рабочими и специалистами нефтепромыслов, поинтересовался условиями их труда и быта, зарплатой, имеющимися проблемами. Затем Юрий Левицкий в торжественной обстановке вручил группе ветеранов предприятий отрасли благодарственные письма за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Перспективы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства республики в 2020 году рассмотрели в рамках очередного гадыкана бизнесменов БИСОМ в Махачкале в Национальной библиотеке. Открывая заседание, руководитель БИСОМ Абдул-Хаким Пахрудинов отметил, что обсуждаемая тема очень актуальна, так как экономическая и социальная стабильность региона напрямую зависит от развития малого и среднего предпринимательства. 64 дагестанских студента будут получать стипендии главы Дагестана. 30 из них обучаются непосредственно в Дагестане, остальные в Москве и Санкт-Петербурге. Выплаты будут производиться в течение года. Спикер Дагестанского парламента Хизриших Саидов в Москве встретился с воспитанниками Республиканской спортивной школы-интерната «Пять сторон света». Ребята принимают участие в культурно-просветительском проекте «Золотое кольцо России». В Дахадаевском районе прошла церемония открытия новой автомобильной дороги, которая сократила расстояние между Кубачи и Манджолисом на 35 километров. Дорога построена в рамках государственной программы Дагестана развития территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения. Завтра в Дагестане уже в третий раз состоится финал Республиканской олимпиады по математике для учащихся 10-х классов до госуниверситета. В финал вышли 42 школьника. Среди них определится первая тройка победителей, которые получат 300 тысяч, 200 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно. Новости культуры. Дагестанский художник Алимпаша Джамалдинов представил 46 картин на передвижной выставке «Палитра красок» в Ингушетии. Работы мастера изображают обряды и обычаи войнахского народа. Отметим, что художник в 2016 году проводил персональную выставку в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии и подарил учреждению 62 работы. Вести спорт. Традиционный юношеский турнир по вольной борьбе памяти 40-ка Тасьятилова пройдет в эти выходные в селе Хибда Шамильского района. Соревнования проводятся уже в 49-й раз. В Махачкале без осадков ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха 22-24 тепла. Традиционный юношеский турнир по вольной борьбе памяти 40-ка Тасьятилова пройдет в селе Хибда Шамильского района.